Друзья, кажется, мы нашли самый стильный вид спорта. Вы только посмотрите на эти белоснежные кимоно на фоне зелёных насаждений. Выглядит потрясающе. Карате – это гармоничная система, которая одинаково воспитывает как духовно, так и физически. Существует больше 200 стилей, в которых легко, легко запутаться. Карате сегодня – это Чак Норрис, Жан-Клод Ван Дамм и брутальное разбивание твёрдых предметов. Во всём этом многообразии мы попытаемся разобраться. Меня зовут Марат Укатов. Поехали. Карате входит в тройку самых популярных видов спорта в Казахстане. Во многом благодаря своей уникальности. Карате – это прекрасная нагрузка. И для нашего тела психоэмоциональная прекрасная нагрузка. В стране больше 10 тысяч активных каратистов. Кто-то приходит научиться, а зам самообороны, а кто-то с целью укрепить здоровье. Мы берём биомеханику, работают все суставы. То есть к этому добавляются ещё элементы гимнастики, прыжки, кувырки, акробатика и так далее. В мире больше 200 стилей карате. Но самым массовым считается кёкушинкай, которому чуть больше полувека. Основателем стиля называют мосутацию ояму. Чтобы доказать его эффективность, японец показывал приёмы карате в бою с быками, направляя напор и силу животных против них самих. Очень быстро этот стиль стал популярным во всём мире. Сегодня он объединяет больше 12 миллионов человек. Один из самых известных представителей стиля в Казахстане – Алишер Карменов. Столичный спортсмен носит чёрный пояс и звание чемпиона мира. Полный контакт у нас, кроме борьбы, всё есть. Многие не знают, что кёкушин – это один из самых жёстких видов спорта. Поединки в кёкушинкай проводятся в полный контакт. Без защитного снаряжения. А единственное ограничение – запрет ударов руками в голову. Такие бои неизменно привлекают большое число зрителей. Если мы сейчас посмотрим даже на эстетику, да, это всегда белое кимоно, это всегда начало. Это ты всегда приходишь в зал, и у тебя немного другая философия. То есть здесь именно работа над собой, победа над собой, то есть здесь идёт такое наставничество. При этом карате – один из немногих видов спорта, где практически нет ограничений. Тренируется качество силы, ловкости, опять-таки выносливость. И в то же время доказано, что дети, которые занимаются карате, они становятся очень дисциплинированными. Супружеская пара из Нур-Султана – Виктор Трон и Мария Гриднёва – называют карате своей судьбой. Оба в спорте с ранних лет. Познакомились на соревнованиях, будучи подростками. С тех пор всегда вместе. Вместе на сборах, вместе на соревнованиях. Вместе, да. Если вес гоняем, то вместе. Как правило, в секцию карате люди приходят с конкретными целями. Кто-то хочет освоить ката, бой с невидимым соперником. А кто-то грезит о кумите, то есть о полноценных спаррингах. В любом случае, только вам решать, насколько далеко зайдёт ваша карьера. Если для себя, то, конечно, он, скажем так, только на пользу идёт. И морально-волевые качества, и духовные. То есть карате у нас всё-таки духовно развивают тоже. То есть и дисциплина, и какие-то у нас клятва есть в карате. Каждый найдёт в нашем карате свой путь. Бойцовский путь, то, конечно, это будут немного травмы будут. Они не только у нас там в карате велосипедисты травмируются. В любом виде. В любом виде спорта везде есть травмы. У нас, возможно, просто чуть побольше. Когда 18 лет исполняется, мы на соревнования выходим без накладок, с голыми кулаками, ни на ноги, ни на руки не делаем. И у нас травм очень много бывает после соревнований. Карате стал популярным ещё и благодаря демонстрационным выступлениям, во время которых каратисты разбивают предметы голыми руками. Во всех японских боевых искусствах есть такой вид тамасивари. Это разбивание твёрдых предметов незащищёнными частями тела. То есть в данном случае у нас есть такой брус. И очень часто каратистов, мы знаем, обвиняют в том, что они бьют подпиленные предметы, то есть те, которые уже легко разбить. Иногда бывают такие тренировки, когда они отрабатывают, учатся бить тамасивари, да? То есть, чтобы завтра, когда приедут туда, они были готовы к тому, чтобы разбить не одну доску, а 5-6 досок они бьют. То есть бьют не только доски, бьют даже лёд. Глыбу льда можно разбить рукой. И это вполне реально. Нереально. Давайте попробую, просто мне интересно. К разбиванию мы ещё вернёмся, пока же важный факт о карате. С 2020 года это олимпийский вид спорта. Столь длительное ожидание вызвано, в частности, повышенным травматизмом спортсменов. Но каратистов, как мы выяснили, это не пугает. Для них это больше, чем просто спорт. Карате – это не спорт, это искусство. Карате начинается с поклона. То есть это самоуважение. Просто в карате, если человек занимается истинным карате, он себе не позволит того, чтобы кому-то нагрубить. Современное карате требует скорости в движениях и принятия решений, дисциплины, а ещё хорошей растяжки. Хорошая растяжка – это профилактика заполевания опорно-двигательного аппарата. Это сильные мышцы, это сильные связки. Сейчас очень распространены всевозможные артрозы, артриты. И, к сожалению, из-за того, что мы ведём малоподвижный образ жизни, эти заболевания становятся бичом нашего времени. Об уровне спортсменов карате говорит свет его пояса. Белый присуждается новичкам. Жёлтый носят те, кто осваивает базовую технику. Более опытные каратисты носят красные и коричневые пояса. И, конечно же, чёрный пояс – уровень мастера. У вас чёрный пояс. Скажите, а сложно было получить? Третий дан, да, если не ошибаюсь? Чёрный пояс, третий дан. Ну, на третий дан я уже сдавал в Японии. После первого дана, например, надо подождать 5 лет, потом можно сдавать на второй дан. Потом через 4 года можно сдавать на третий дан. Ну, самый долгожданный, конечно, это чёрный пояс, первый дан был. И я с этим чёрным поясом, первым данным проходил 11,5 лет. За годы независимости карате в Казахстане стало одним из самых массовых видов спорта. И это даёт свои плоды. Наша сборная по Кикушинкай входит в тройку самых сильных команд в мире, уступая только россиянам и родоначальникам вида – японцам. Лидеры команды даже задумываются о том, чтобы попробовать свои силы в ММА. Есть в Европе пара ребят, которые с Кикушина перешли ММА и так в ЮС перешли они. А вы хотели попробовать? Да, конечно, очень. То есть вы к этому цели? Да. Это всё нормально будет. Самое главное сейчас, в первую очередь, взять минимум 2 раза чемпионат мира и дальше уже будем. Раз, два и третий. Я максимально настроился, друзья, адреналин, я чувствую, что… Кия! Иначе будет больно. Не пальцем, шатей. Вот шатей. Это шатей, это называется шатей, да? Отлично. Так. Раз, два. Ай, как больно! Больно от непривычки, но несложно. Спустя минуту эти же бруски с лёгкостью разбивали дети. Некоторые ломают свои руки там и так далее, но это всё реально. Правильно использовать свою силу в карате учат с малых лет, но не всегда это выглядит так устрашающе. Время подвести итог. В отличие от бесконтактных боевых искусств, кёкушинкай карате даёт возможность в полной мере использовать свою силу. Как правило, принимают в секции даже самых маленьких. Доказано ещё, что дети, которые занимаются карате, они смелы не только в любых своих действиях, но и также в коммуникативных каких-то навыках. Они не боятся высказывать свою точку зрения. То есть вот такая вот смелость принятия решений, ответственности за свои решения. На первом этапе придётся купить кимоно, шлем и перчатки. В целом же это один из самых доступных видов спорта, где важно не только быстро двигаться, но и быстро думать. Когда ты дерёшься вот в спаррингах, тебе надо думать, где, когда соперник откроется, когда тайминги словить. И ты должен в этот момент соперника подцеплять, либо нокаутировать. Несмотря на высокий риск получения травмы, плюсы карате часто перевешивают его минусы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова